Приветствую вас, если говорить вкратце, то проблема видится мне в отсутствии у вас такого, знаете, чисто женского поведения, когда жена, девушка представляются для мужчины, ну, собственно, равным партнёром и представителем своего гендерного, ну, двоегендерной предназначенности. Также, мне кажется, у вас не хватает дружественности, общности, интересов, взглядов, то есть, по сути, мужчина вот принимает вас, как свою жену. Чистая жена, чистая жена, это, по сути, семья. Семья, это мать, ну, если мы говорим про женщину и, соответственно, мужчина видит вас, маму. Я думаю, что отсутствие женской модели поведения по отношению к нему, отсутствие личностного поведения, то есть, отсутствие своих, собственно, интересов, взглядов и всего такого, плюс, как сказали мои коллеги, в частности, Кудрычёв и Геонидович, перекладывание ответственности за понимание и отстаивание своих интересов на других людей, в частности, на мужа, и привело вас к этой ситуации. Ну, вот, смотрите, вы говорите, как достичаться до мужа, да, как до него достичаться, а зачем, зачем вашему мужу вас слушать, зачем? Да, ну, он все есть, и он все устраивает, понимаете? А зачем ему что-то делать? Зачем ему напрягаться? Зачем? Подумайте. Подумайте сами, Любовь. Какая у него мотивация, какая ему необходимость к вам прислушиваться, если все, что ему нужно, вы делаете и так. А это значит, что нужно мужчину замотивировать. А это значит, что либо вы становитесь для него самостоятельным партнером, который ценит себя, либо, 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 вы становитесь ему интересным, по своим интересам, по своим взглядам, по своим предпочтениям. Понимаете, какая штука? Вот в этом направлении вам и нужно двигаться, в направлении формирования, формулирования своей собственной ценности для себя. Если этого не будет у вас, если этого не будет у вас, то не будет ничего. На самом деле. Просто. Вот вы пишите, мой муж меня совсем не понимает, не слышит, считает, что он всегда прав. Было ли когда-то по-другому? Непонятно. Почему мы понимали вас, когда-то мы слышим, слышал ли он вас? Если да, что изменилось сейчас, если нет, почему вы считаете, что сейчас я должен вас понимать? Далее, вы пишите, он у меня дальнобойщик и редко бывает дома. Это значит, у меня. Вот знаете, что вы относитесь к нему сейчас, как к маме? У меня. Он у меня. Он не у вас. Он просто дальнобойщик. Это мужчина дальнобойщик. И вы, что интересно, выбрали его. Выбрали его. Лишь дом и маленький ребенок на мне с самого рождения. Ну, если вы выбрали дальнобойщика, то да. Да. При беременности купили дом. Было очень много дел по дому. Делала почти все сама и еще работала. Ну, опять же, опять же, это вопрос вашего выбора. Зачем вы делите все сам? Чтобы иметь возможность обижаться. Вот вы проследите за тем, как обычно происходит любовь. Просто проследите. Вы делаете что-то, вы напрягаетесь. Вы истощаетесь. Вы стараетесь, стараетесь, стараетесь. Вы устаете потом. И только после этого получаете право что-то от мужа требовать. Правильно? Ребенку сейчас год и три. Это вы к чему не понятно. Я вышел на работу, поскольку не было денег на лишние расходы. Муж никогда не спросит, что мне надо, а требовать или просить я не могу. Почему, любовь? Почему вы не можете пребывать и просить? Вы считаете, что муж сам должен знать, что вам нужно? В какой стати? В какой стати? Если с одной стороны он может быть человек такой просто. С другой стороны, если вы ему сами, если вы ему сами не говорили никогда о том, что вам надо, например. Так почему он должен вас спрашивать? Вот вы просто задайте себе этот вопрос. Просто задайте себе этот вопрос. Почему так? Вот и всё. Так, далее. Почему не можете просить? Это неуверенность в себе, это страх, это что-то ещё. Что? Ответьте на этот вопрос. То есть, вы просить не можете и требовать, но при этом ожидать, что человек услышит вас, ну, поймёт вас, ожидать, что человек как-то вот с пониманием отнесётся к вам. Вы можете. Так, а о каком понимании это речь идёт, если вы не доносили до человека, что именно он должен понять? Понятно. Если вы не заявляли о себе, по сути, как я понял, что человек поймёт. И я могу понять вас в этой ситуации, почему вы, по сути, постоянно ожидаете, что он вас о чем-то спросит. Потому что вы сами себе не додаёте того, что нужно вам. И пытаетесь это компенсировать, вот, перекладыванием ответственности на человек. Ну, только другой вопрос, что не получается, не получается это у вас. И не получится. И даже свой вопрос вы себе задаёте в контексте того, что, как мне достучаться домой, то есть, какие ещё мне найти способы, да, добиться от него того, чего я хочу. Дальше. Дальше. Так. Сейчас очень устаёт домашних дел и то, что постоянно одна. Так, ну вот, понятно, что почему требовать и просить вы не можете. Этот вопрос себе задать нужно. Чем в случае устаёт домашних дел и то, что постоянно одна. Почему вы устаёте? Если домашних дел много по дому, почему не нанять помощника? Вот. Вы говорите, постоянно одна. Как насчёт ваших друзей, знакомых, хобби? Если ребёнок много-много внимания отнимает, опять же, нянька, няня, всё вот это. Понимаете? То есть, это всё вопрос о том, как вы к себе относитесь. Это вопрос о том, насколько вы сами себя бережёте, а никак, судя по всему. Потому что вы, на мой взгляд, себя обесцениваете. Просто обесцениваете. Дальше. Когда он приезжает домой, говорит, я хочу то, хочу это. И... и что? Я делаю, но взаимности не получаю. А для чего делаете? Из ожидания взаимности? Пару дней его не трогаю, он отдыхает. Потом начинаю говорить, что дома очень многое надо сделать, то, что я не могу сделать сама. Пару дней его не трогаю, потом начинаю говорить, что дома много надо очень сделать. То есть, отношение, знаете, как... Как будто вы к царю пытаетесь подход найти. Слова подбирают. И так далее. Ну... Так это выглядит. По крайней мере. Я не знаю, конечно. Но выглядит это так. Хочется спросить, спросить у вас. А муж, он сам не в курсе, что есть какие-то дела, которые, которые нужно делать? Если он в курсе и ничего-ничего не делает? То, простите, а имеет ли вообще тогда смысл ему говорить что-то? Мне почему-то кажется, что нет. Мне так почему-то кажется. То есть, это выглядит так, что вы через силу что-то делаете для него, а потом начинаете говорить, что нужно сделать то-то и то-то и то-то. То есть, напоминаете ему о его обязанностях. Что ему не нравится. На что, в ответ, слышишь, нужно приезжать мне работать и отдыхать? И это правда. Это правда. Только он же должен себя обеспечивать. Прошусь, едет с нами погулять в парк, он не хочет никуда ехать, но стоит мне уйти на работу, как он уезжает. Ну, потому-то, опять же, он не видит вас, друга, он не видит вас, партнера, он видит вас, семью. Недавно пыталась с ним поговорить. У меня нужна помощь, что очень осталось сделать за мной и женскую мышку работу. А женскую-то работу почему? А мышку работу почему вы на себя завалили? Устала быть одна. Опять же, что значит одна? Вам не комфортно с собой? То есть, мне кажется, вы слишком от мужа зависите. Хочу от него внимания и понимания. Тут скорее вопрос в том, как вы себя воспринимаете. Вот мне кажется, что вы себя воспринимаете достаточно неценностно и нецелостно. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя лучше, вам нужно внимание и понимание, чтобы мужчина вас этим дополнил. Но мужчина не хочет вас дополнять. Понимаете, какая штука? Он вас принял, то у себя такой, какая вы есть. Опять, непонятно, было ли от него внимание и понимание когда-либо, что вы от него требуете. Он говорит, что я хочу за меня догнать его под каблук. Для него, возможно, это так выглядит, если вы не привлекаете его как женщина и если вы не интересны ему как личность. Утверждено, что родители не слушали, делали что хотели, а то я от него тоже хочу. Это правда. И интересно, что он сравнивает вас с родителями. То есть, вы ведете себя как родители по отношению к нему. Я ему объясняю, что помогать своей жене и гулять в семье, это его обязанность. Нет. Нет. Это не обязанность. Это право. Нигде не написано, что муж обязан. Это право, любовь. Вы хотите семейные отношения, на секундочку построенные по умолчанию, на любви. Вы хотите их превратить в обязанности. Это так не работает. Это не работает таким образом. Мужчина этого не хочет. Вы пытаетесь добиться от него делать то, что он не хочет. То есть, давите на него. Дальше. Он даже свадьбу или просто вечер не захотел сделать, и я согласился сказать, я очень хотел одеть белое платье. Почему вы очень хотели белое платье одеть? Ну, то есть, какое значение для чего оно вам было нужно? И почему вы согласились? В итоге расписался, когда у меня уже пузо на носу было. Но, опять же, это... Где ваше участие в этом? Хоть этот день должен был стать у меня счастливым, я плакал опять. От обиды даже никто не знал, что мы расписались. От чего вы конкретно плакали? От обиды на что? Давайте разберем. Разберем это. Он даже беременно скрывал от своих родственников. Почему? Еще говорит, что это место не нравится, давай разведем Сунгу. В общем-то, это... Справедливо. Я... Он не хочет меняться. Его все устраивает. Я очень хочу сохранить семью. Зачем? Чтобы дочь наша жила в полной семье. А вы правда считаете, что то, что сейчас эта семья, когда мужчина никак не участвует, с вами не взаимодействует и так далее? Это все ради дочери делаете? Он учитывается, что скоро сломается, и вы будете неправильно, что вы с тобой все время жертвуете. Вы прочитаете, прочитаете в интернете про треугольник Карпмана. Вот. Вы находитесь в позиции жертвы. Я его очень сильно любил, делал все, что он хотел, ничего не требовал взамен. То есть, вы бы делали все, что хотели вы для него, не требует ничего взамен. Это разные вещи. За пять лет ни одного цветочка, ни подарка, ничего. А пять лет это что это? Пять лет вашего знакомства или пять лет вашего замущества? Опять же, если не было, почему вы сейчас этого требуете и просите? Непонятно. Теперь даже не знаю, люблю или это просто привычка. Это зависимость, это больше похоже на зависимость. Что делать? Что делать, чтобы что? Как мне до него достучаться? А если действительно стучитесь, полюбите? Это перестанет привычкой любовь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вы извлечете на себя полезную информацию. Это вот я сказал, задумайтесь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.